Сильно там слышно работники работают, нет? Всем привет, меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал. Я живу в Германии с 2002 года, в этом году уже было 15 лет, о боже, это так много. Тогда мы приехали с моей семьей из Казахстана, как я уже сказала, в 2002 году, и там, в Казахстане, я закончила всего три класса, и к чему я клоню? К тому, что если вдруг в моих видео, в дальнейших также, буду я неправильно как-то выговаривать слова, или, может быть, мои предложения не будут совсем-таки логичны, или, может быть, по грамматике не так выговорены. Надеюсь, это мне будет хотя бы немножко простительно, потому что вы знаете, почему, что да как. Ладненько, давайте начнем. В общем, я очень-очень большой фанат различных антиковских, старинных, винтажных вещичек, особенно в декоре, в том числе, конечно же, и в мебели. И как раз, как вы могли уже, наверное, в названии прочитать, это видео будет о покупках для дома, для декора. И эти покупки я совершила в различных секонд-хенд магазинах, и, по-моему, кое-что тоже из Блошиного рынка за последние три месяца, если я не ошибаюсь. Если вам интересно, что я купила, и вы такие же фанаты старинных вещичек, то обязательно оставайтесь со мной. И давайте начнем с Блошиного рынка. Там я купила две вещички. Первая будет вот такая вот у нас дощечка с крючками и с вот такими вот кафельными плитками, можно так сказать. И здесь вот такой вот у нас рисунок в виде мандала. Я не знаю, по-русски так будет правильно, нет? В общем, по-немецки такой вот рисунок называется мандала. Здесь, к сожалению, в середине не хватает этого рисунка, но все равно меня вот эта вот дощечка очень привлекла, и я ее купила. Планирую я ее повесить в прихожей и сюда вот вешать ключи. А сзади также вот ее можно на гвоздики подвесить. И вторая вещь будет вот такая вот вазочка. Вначале я еще ее увидела, когда мы только пришли на Блошиный рынок, и я ее не сразу купила. Потом, только когда мы прошлись по всему Блошиному рынку, я все-таки почему-то вот остановилась на ней. И как я всегда делаю, что всегда я в основном хожу, смотрю, что мне нравится, и то, что мне запало в душу, то, что у меня осталось в памяти. То потом я иду и покупаю, если, конечно же, кто-то другой это не купил. И вот такая вот классная ваза такого вот, я не знаю, она такая, цвет по-немецки turkis, по-русски, наверное, туркизовая, я не знаю. Такая зеленая-синенькая, очень классно смотрится. И сейчас вообще в данный момент у меня просто какой-то фанатизм на зеленый цвет и на золотой. А и в том числе в Second Hand магазине я купила вот такой вот прикольный подсвечник. Он из такого, я не знаю, это алюминий или металл. Он, в общем, по идее, мне только вот этот вот подсвечник нужен был, но здесь была вот такая вот электронная свечка. Она вот так вот горит, я не знаю, сейчас, наверное, не видно. Вот таким вот цветом. И есть еще вот такой вот, там она меняется цвет. Ну, в общем, свечка шла в подарок, и я пока это вот так вот все вместе и приобрела. И в том числе я прикупила вот такой вот золотистый поднос. Он из пластики сделан, сзади вот так вот. В общем, простой золотистый поднос. Сюда я планирую ставить и также различные декор, различные вазочки, подсвечники также. А также я купила вот таких вот две вазочки. Одна вот такая вот с цветами. Она небольшого такого роста. И вторая вот такого вот прикольно зеленого. Она мне чем-то даже напоминает такой, даже не совсем эта вазочка. Я думаю, скорее всего, это как кувшин. Вот, в общем, я не знаю, здесь вроде как изображен виноград, если я не ошибаюсь. И сюда я ставлю различные цветочки, которые у меня остаются в основном в букете, которые бывают иногда цветы, которые отдельные еще не завяли. И потом я их туда ставлю. Дальше будут вот такие вот подсвечники. По-немецки этот материал называется Messing. Вот такие вот они выглядят. По-русски, к сожалению, я не знаю, как это будет правильно, как это называется. На вот этом вот подсвечнике еще даже видно, что он стоил 9,95. Дойче Марк, Де Марк еще. В общем, вот такой вот. Второй вот будет вот такой вот. Тоже очень прикольный. И третий, это не совсем подсвечник, это как бы вазочка такая, но я ее точно так же использую как подсвечник. И вместе с остальными двумя подсвечниками у меня такое тройное комби, комбо. И еще я прикупила вот такой вот простой белый керамический горшок, горшок, вот, цветы. И скоро будет на вот этот вот горшок отдельное видео, как вы сможете его преобразить, приукрасить. Так что, кому интересно, обязательно потом посмотрите. И следующая супер находка, которой я очень-очень радовалась, будет старинная пластинка. Вот такая вот. И эта пластинка русская. Называется она Калинка. Это пластинка 1985 года, и фирма, которая производила эти пластинки, я не знаю, может быть, происходит до сих пор, называется Мелодия. Очень прикольная. И здесь у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь песен. В общем, кому интересно, я вот так вот покажу. Можете посмотреть. И очень-очень мне понравилась эта пластинка. И следующая вещь будет просто огромная плетеная корзина красного цвета. Сейчас я вам ее покажу. Если она в камеру, конечно, влезет. Ой, е-мое. Вот такая вот. С такой вот крышкой. Как котел какой-то. Вот так вот она выглядит. Сейчас посмотрю, не получится мне показать, как она внутри. Вот так вот горошек. Вот такая вот она здоровая. Сейчас я крышечкой закрою все это дело. В общем, планирую я взять эту, как я сказала, корп, корп. Как она будет? Бочка. Какая бочка. В общем, планирую эту бочку использовать для игрушек в детскую комнату. И потом будет обязательно отдельное видео, так как в дальнейшем мы скоро переезжаем. И там я хотела показать вам потом, как я декорировала комнату, детскую, спальню, зал и т.д. и т.п. Говорят так, по-моему, да. В общем, о, корзина. В общем, все это было про вот эту красную корзину. Что? И моя доченька уже проснулась. Ей три месяца, и она будет меня поддерживать сейчас на заднем фоне. Так что, я надеюсь, не будет вам это мешать. А также я нашла вот такой вот, ну, по идее, это была лампа такая подвесная, как светильник. Но я ее планировала переделать просто в простой подсвечник, так как его можно, как я сказала, уже здесь вешать сзади также. И здесь были вот такие вот в виде свеч, свечки, лампочки. В общем, мы их открутили. Здесь надо еще прикрутить. И, как я уже сказала, планирую я туда поставить простые свечки и приделать всю эту красоту к стене. Кстати, вот этот вот подсвечник, как я его уже называю, точно так же из вот этого вот металла Messing по-немецки будет. Если кто знает, как по-русски будет этот металл, обязательно, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Мне будет очень интересно, так как сейчас я, к сожалению, не могу посмотреть, что такое в гугле, как это будет на русском. И хочу еще показать вам мои последние находки с сегодняшнего дня. Это будет вот такая вот прикольная очень ваза такого зеленого цвета. Здесь сверху у нее вот такая вот золотистая горлышко и сама ручка тоже вот так вот переливается немножко золотистым цветом. К сожалению, она вот здесь вот чуть-чуть вот так вот немножко сломана, немножко отколота. Но все равно мне она очень понравилась и я ее купила. В общем, как я уже сказала, это такой золотистый, такие зеленые покупочки. И мне этот цвет, эти два цвета сейчас очень нравятся. И сейчас точно действительно последние покупки это вот эти вот три книги. Первая книга будет у нас вот такая вот. Эта старая книга называется она «Креатив einricht mit Ikea». Креативно обставлять... Нет, если так вот прямо перевести, то, скорее всего, это будет креативная обстановка с Ikea. Примерно так, я думаю. В общем, мне она очень понравилась. Я здесь немножко так полистала. И здесь у нас различные картинки. Книга эта сама старая, я не знаю, какого года. Я еще особо толком здесь ничего вот так не смотрела, не листала, только так немножко. Здесь вот такие вот различные идеи, как можно, да, обстанавливать свой дом, свою квартиру. Ну... И вторая книга будет также про обстановку для дома. Это у нас вот такой вот ландхаус стиль называется. И здесь также у нас такие различные картинки. Немножко описывается, как можно обставлять также свою квартиру. В общем, мне показалось это очень интересно. А, еще здесь, кстати, вот я сейчас увидела, что по разным странам это как-то связано со странами. Потому что здесь у нас вот Англия, где-то я еще видела Францию было. В общем, очень интересно. Буду смотреть и читать, и вдохновляться. И последняя книга будет у нас вот такая вот цимофлянсен. Это комнатные растения. Так как сейчас я увлеклась очень цветами, они меня в данный момент очень вдохновляют, успокаивают в какой-то мере. В общем, да. И здесь вот описаны различные у нас цветы. К примеру, даже что классное, что с картинками. Это мне очень понравилось. Книжка тоже такая не из новых, но в том числе мне она, как я уже сказала, понравилась. Очень вот примерно, как выглядит гала. По-русски, по-моему, это гала, если я не ошибаюсь. Вот так вот. И здесь прям вам указано, что потребно этому цветку. Как за ним ухаживать и... Да, в том числе и все такое, что связано, как я уже сказала, с этим цветком. Как правильно за ним ухаживать и так далее. Жалко, что, конечно, приходится потом так же смотреть и переводить, как этот цветок будет по-русски. Но ничего страшного. Вот, к примеру, вот. Вот так вот. Ну все, ребята, это были все мои покупки с разных магазинов секонд-хенда. Надеюсь, что вам это видео, формат этого видео понравился. И если да, то я буду в дальнейшем снимать в таком формате видео, так как я часто, хотя бы раз в месяц, посещаю такие заведения, скажем так. Ну, в общем, секонд-хенд магазины. Сейчас, в данный момент, блошинный рынок, сезон блошинного рынка закрыт на зиму. И начнется это дело все опять где-то, по-моему, с весны, если я не ошибаюсь. Так что пока я хожу только в различные секонд-хенд магазины. В общем, как я уже сказала, если вам интересно формат этого видео, то ставьте пальцы вверх, тогда я буду знать, что вам это действительно интересно. И буду в дальнейшем снимать дальше такие видео с покупками. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok